Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1034. Событие дня. Откровение 22.12. Вот все несколько раз. Где? Сегриду скоро. Откровение 3.11. Сегриду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 22.7. Сегриду скоро. Блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Гриду скоро. Откровение 22.12. Сегриду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22.20. Свидетельствующий сие говорит. Ей гриду скоро. Аминь. Ей гриди, Господи Иисусе. Это за 15 октября 2018 года. Какие события дня? Я дома был, сидел, занимался. Небольшие работы делал из ванной на улице. Воду пришлось все это выливать. Пришел человек, Володя Пенкин. Долго беседовать пришлось. Ну и обратно здесь считать. Семикратно в день помолиться надо. Время-то идет. Побыл, пошел тут у Надежды Васильевны долго. Володя тут Гликерию привел уже вечером где-то. Володя Пенкин. А наш Володя Пащенко-то там у Игоря Левунова помогал. Вот так. Ну и день-то и прошел. А тут у меня автозапись не работала. Пришлось вызывать мастера, программиста. Долго никак. То звука нету, то не та скорость. Но в конце концов он ушел. Оттуда дал ему свои данные. И оттуда он управлял из дома уже. Интересно так смотреть. Такая дали. И все все-таки сделал. И благословен Господь. Да благословены будут руки его и разум. Надежда Васильевна пошел. Этот ролик выставил из 14 воскресенья. Один падший или погибший овса. Он сам себя так называет, под роликом подписывает. Подгибший овса, один из жителей Потеряевки. И выставил ролик Валаам. Вот кажется, не Валаам как-то у нас так. Сейчас я даже посмотрю. Канал. Так. Вал. Вал, вот он сидит. Вал, игла. Вал, игла. Игла у меня, я не игла. Но дело-то делать приходится. Когда буква Г, маленькая ИЛА. А это от фамилии. То есть он даже этого не знает, не понимает. И вот я смотрю на человека и молюсь о нем. Что я могу сказать? Вот. Выступил ролик. Это не просто так. А час, восемь минут, десять секунд. Ни одного слова истинного нету. Все ложь. Ложь. И о Надежде Васильевне там, и другое. Ну, я, видимо, отвечу на этот ролик. Ну, что сказать? Я молиться начинаю. Я о нем всегда молюсь. Этот человек потерпел катастрофу в жизни страшную. Потерял веру полностью. Ну, и сатана занял душу. И одна ложь. И все лжицы, прелюбодеи, убийцы. И вот вокруг него. То есть самые негодные люди. И одобряют его отступники от веры. Православного там ни одного нету. А он не может простить, что жена его у нас на клиросе. Жена. Я думаю, что этому человеку так много дано было, и все погубил. И везде изгнан. Изгнан. За прелюбодеяние. Нарушение седьмой заповеди. Он достоин сожаления и молитвы. Вот если бы он семь раз в день молился, ну, и этого бы не было, конечно. Они за мной гоняются. Так он один из, наверное, шесть с половиной тысяч у меня уже этих гонителей. Теперь надо мне сейчас попутно посмотреть. Я могу это посмотреть. Вот. Вопрос такой поставить. А сколько же у меня роликов? Ну, сейчас, наверное, у меня закрыто тут. Я бы это мог поставить. Володя, а ты сильно занят? У меня аппаратуру снять, подержать минуту буквально. Я сейчас заряжу тут, посмотрю. Так. Чтобы точно мне сказать. Посмотри, тут я как-то распоряжаюсь. У меня вот такой деревянный ящик. Вот такой ящик. Я его ставлю. А на него вот так книги, чтобы ровно было. А раньше ставил на треножник. Снимал. Ну, и вот здесь я сейчас запишу. Видео. Открытым оком. Открытым оком. Посвете Библии. Посвете Библии. Ну, сейчас мы и увидим. Откроет, нет. Канал. А что это? Ага. 12 тысяч 834 видео. 18 тысяч надо записать, потому что, спрашиваю, я и сам не знаю. 12 тысяч, 12 тысяч, 834. Ну, и что меня не брать-то? Голыми руками. Голыми руками. Тем более, 41 книга моя. Отвечаю на тысячи вопросов. Начитаны тут и ресурсы огромные. И сайты, и форум. 1600 тем, где я отвечаю тем. Ясно дело, что тут так легко брать нас. Вот попутно сказать. Вот сейчас я гляну. Сколько у нас на сегодня? 25 тысяч 767 подписчиков. Просмотра 25 миллионов 515 тысяч 353. Ну, вот. Больше еще сказать. Вот. Все на глазах. А мне их никак. Ну, на-то великую награду Бог обещает. Эти люди, говорят, венец сплетают. Не вменяем, Господи, в судный день. А обрати на путь Евангелия. На путь истины. Потому что, если человек... Вот, есть такое выражение. Вот мы считаем. Я открываю Библию. Послание к евреям. Так. Не, да, 6-4. Так. Ибо невозможно, 6-й глава, 4-й стих. Однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благола Божия, и сил будущего века, и отпадших. Невозможно опять обновлять покаяния, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злах, полезны тем, для которых и возделываются, получают благословение от Бога. А производящая терния и волшицы негодны и близка к проклятию, которого конец сожжения. Вот, видите, вот весь ответ. Ну и выравнивается, вот весы, тут похвала, тут хула. Без хулы не было никто, и Христос, и Бога ругается, и Божью Матерь каждый день. И это должно приносить радость. Не подстрадал бы то, как прелюбодеи, убийца, а как христианин, то прославляя Бога за такую высшуюсть. Я благословляю этих людей, да обратит их Господь на путь истины. Как страшно впасть в руки Бога живого, чтобы Бог открыл им истину, и сердце они открыли. Сказали бы, а вы верите, что Он может покаяться? Здесь не верю. Это хула на Духа Святого, прямо явно зримая хула. Не может покаяться. Покаяться надо во всем, что делал. А покаяния никакого нет. Как говорится, за хвост да в яму. Поговорка такая. Эти люди ничего нет. Просто общение с ними. Еретик. Еретик. А с еретиком, ну, ну, еретик, он сам не скрывает ничего. Был баптистом, и оттуда его вытурили. Потеряевки тут крестным ходом. Оттуда, потому что... И главное, где он ходил, к прелюбодеяке-то, по лесу, и как просеку прорубил. Березы все засохли. Засохли. О, какую силу имеет этот грех. Страшный грех. Ничего больше нет. Титул 3.10. Вот сейчас я это открою. Почему это нельзя даже разговаривать с ним. Вот 3.10. Еретика, после первого и второго разумления, отпрощайся. Знаешь, что таковое развратился. И грешит, будучи самоосужден. Он не понимает ничего этого. Вот вчера я это дал, чтобы Надежда Васильевна прослушала. Теща его позвонил. Жене позвонил и прочее. Ну и к нему тут свояк один приближается и тоже начинает всячески поносить. И видно, что то же самое, перешел эту грань. Хула на Духа Святого. Просто зримо так. В церковь никто из них не ходит. Им это не надо. Я могу только молиться о вас. Молюсь, потому что повелено Богом моим. Ну и теперь дальше я... Вот я как кладу. Здесь отодвигаю все. О, все, давай сюда. Отехали. Благодарю. Ну вот, то, что у нас есть. Теперь надо посмотреть, что у нас дальше. Объявление. Которое можете дать и другим. В нашей Барнаусьской Крестово-Движенской общине в возрасте 42 лет умерла дробота Анастасия Валерьевна. Вот четверо детей осталось. Муж глухонемой Андрей. Дальше отпевание, провода. То есть можно затормозить, паузу сделать и все это посмотреть. Все это открыто. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот ответ. Я об этом на собрании говорил. Здесь обмана никакого нет и быть не может. Все открыто. Можете позвонить, посмотреть. Мать хоронит, как умерла она. И все люди выступают. Галина Влеська. Продолжение от Александра Андрусенко. Мир вашему дому. Дорогой Александр, жаль, что нам с вами, друзьям Игнатия Тихоновича Лапкина, не увидеть никогда ролики про нашу с вами семейную жизнь. Да и отношения к своей второй половинке у самого автора этого ролика, Вал, весьма критичны. Так что нездоровых Христос вылечит, но больных. Вот видите как. Ну, я как-то говорил там, мои любимцы, почему, говорит, их не критикуете. И, конечно, что бы они ни писали, вы никогда не удаляете. Вот Александр Андрусенко в числе и их. Я молюсь, мне все кажется, он юродствует. Не может так думать. И здесь, ну, есть такие тролли. Вот этот тролль вызывает, я говорю о том ДС. ДС тоже такой же. И тоже ДС. Вот интересно, где. А Александр, он еще, он смотрит и думает, как я буду реагировать. Если Александр будет это смотреть, Светлане пойти на низкий поклон. Вы для меня в моих молитвах ежедневно. Это очень милейшие и нежные люди. Это она о нас говорит. Уж поверьте. Это о бойце Акиме. Величайшие проповедники. Простяцы, мудрые, аскеты, трудяги. Let's wear to get the next year to Eagle. Всех благ. И блокировать Сашечку жалко. Такой отличник. Хороший человек. Вот она ему и говорит. Господи, растощи стрелы лукавого духа. Аллилуйя. Дальше. Саш, дослушал о своих глазоньках. Не говорят ученики плохо о своих учителях. Это в нескольких местах Евангелия написано нам. Выполнять это необходимо. Кто претендует на второй номер после Христа? А концовку и вовсе закомфортил. Идеал человека – это наш Господь Иисус Христос. Игнатий Тихоншелапкин на себе говорит, что он сплошной порог. А вот многие, услышав его проповеди, сравнивают ИТЛ со святым апостолом Павлом. Но они сравнивают. Фильм называют. Я же режиссеру не говорил назвать «Златоуст из Потеряевки». Они прямо беснуются, что так. Его стихотворение, которое написал один из слушателей, не нашего круга, совсем Рогов Владимир Егорович, ее тоже нападают. Но у них ничего нету. Никому они не нужны. Не хочу и не могу обречать людей на расстояние воспитывать, указывать в святое слово. Господи, помилуй, со своей быдушенькой и добрыми своими делами успеть разобраться. Дни так лукаво, а мы беспечны и безрадостны. Почему? Лично мне ИТЛ всегда разрешал, разрешает и, надеюсь, будет разрешать мои жизненные вопросы по Слову Божьему. Без учителей тяжеловато совместить душу, плоть и дух. Многое благая ИТЛ лета. Всегда радуйтесь, неустанно молитесь и за все благодарите Бога. Аминь и Аллилуйя. С, Д, до конца, резюме мое прежнее. Прежде всего, С, Д, надо бы о бревнах позаботиться. Позаботиться В. А что тут В? Остановка какая-то. Интересно. Даже очень интересно. Сейчас я найду, где она Галина Аблистская говорит. О бревнах позаботиться. Благодарите Бога. Аминь и Аллилуйя. Нота перехватила. На суть я полностью все скопировал. Вот оно есть где. Ну и ладно. Слава Богу. Вот. Теперь. Дальше что-то тут есть. У меня нет. Да, сегодня пишет один. Добрый день, Игнатий Тихонович. В самый трудный момент жизни, в моей семейной, наткнулся на ваш канал на Ютубе. Начал смотреть и понял, что есть еще православные люди, что можно жить по-другому. Я крещеный, дети тоже супруга, живем в Норвегии, храмов нету, веры нету у людей, трудно спасаться тут, много искушений. Можно ли спастись в чужой стране? Как спастись? Помогите, наставление дайте какое-нибудь. Может, можно до вас добраться с Божьей помощью. У меня паспорт только норвежский. Подал на визу в Россию. Спаси Господи. Геннадий. Ну, я что ему? Я вот скопировал. У меня есть тут в ресурсах, откуда что. Во свете Библии. Вот. Ну, и вот здесь написано. Ищем истинных соратников. Вот я нажимаю. И есть. Вот здесь. Сколько сегодня возвращается в Россию, которая хотела бы обрести для себя своих детей именно такую общину дружину. Вот это облипухи. Тут не 25, а уже 27 лет. Мы уже маленько устаревшие. И тут все данные. Поселок основан. Вот так. Быть ли поселком, это зависит от милости Божьей, нашего послушания Божьим заповедям. От благоразумия власть придержащих Россию и края района сельсовета. Если Господь не созиджит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126.1. Вот это потеряевские картины. Ну и все. Показать наши ресурсы. Это мой мир. Любимый ленточный православный форум. Игнатия Лапкина. Видеоканал. Ну, о канале я уже сказал. Вот сегодня я выставил тоже 10 роликов. Ну, богатые очень события тут где-то. Ну и вот во свете Библии православный библейский сайт. И вот на этом все.